Жалоба Путина в аэропорту Ханоэ, стратегическое поражение РФ в российско-украинской войне, положит конец тысячелетней истории российского государства, вызвала двойной сарказм у Радислава Сикорского, главы МИД Польши. В реальности причин для сарказма гораздо больше. Сикорский логично заметил, какая тысячелетняя история, если первому упоминанию о Москве меньше 900 лет, и успокоил Путина, что уже были стратегические поражения в 1920-м в войне с Польшей, а до того в Крымской войне и войне с Японией. Еще был уход из Афганистана и поражение в Холодной войне, принесшее свободу многим народам бывшего СССР. Если второе утверждение Сикорского возражений не вызывает, то первое требует ряда уточнений. Прежде всего о якобы первом упоминании крепости Москва в 1147 году в Киевской и Патьевской летописи. Якобы, поскольку текст не позволяет однозначно утверждать, что имеется в виду крепость Москва, а не река Москва. Скорее наоборот, речь идет о реке. Летописец сообщает, что в 1147 году суздальский князь Юрий Долгорукий начал новую войну с новгородцами по разделу бесхозных земель, находившихся между ними. В данном случае это были земли балтийского народа Голядь по левому берегу реки Ака. Это была не первая и не последняя война между новгородским и суздальским княжествами, похожая на войны между англичанами и французами в районе Великих озер Северной Америки. Оба княжества минимум 200 лет пытались, так сказать, обозначить границу на местности без учета мнения аборигенов. В войну 1147 года Юрий Долгорукий начал, как и в 1139 году, с захвата и разрушения форпоста новгородцев Нового Торжка, позже просто Торжок. На реке Тверице, впадающей в Волгу. В месте их слияния Долгорукий около 1135 года построил форт Тверь в 60 километрах от Торжка, чем закрыл новгородцам путь по Тверице в Волгу. В 1147 году он не ограничился взятием Торжка и прошелся по реке Мсте, где явно громил фактории новгородцев и грабил местных. В это время его союзник Святослав Ольгович, владетель Новгород-Северский из Черниговского княжеского дома, прошел через земли Смоленского княжества и вторгся в земли Голяди на реке Протве, левом притоке Оки, как и река Москва. Как сообщает летопись, он дошел до Верховьев Протвы, район современного Борисова, и взял в плен много людей Голядь. Там его войско отыскал гонец от Долгорукова и передал «Приди ко мне, братья, в Москву». Очевидно, этот гонец и привел Святослава, как отмечено в летописи, с малой дружиной и сыном Олегом в лагерь Долгорукова. Святослав привел еще и Барса в подарок Долгорукому. Оба князя и их дружины на радостях напились, а историки оказались перед проблемой. Где именно? В форте Москва или просто на реке Москов? Проблема в том, что летописец пишет, Юрий Долгорукий любезно на радость небесам целовался со Святославом. На следующий день с утра устроил сильный обед в честь Святослава, дал дары многие с любовью, ему, его сыновьям Олегу и Владимиру, который отсутствовал, а также его дружинникам. Только после этого отпустил, и Святослав с малой дружиной возвратился к Лобынску, и оттуда, иде к Наринску, и перешедше Аку. Явно он вернулся к основной дружине, оставленной на противе, Лобынску обычно локализуют у впадения Протвы в Аку и связывают с городищем Вятичей возле села Дракино. Все описано подробно, но не слово о Москве. При том, что Долгорукий не просто так чествовал Святослава. Он готовился к войне за Киев и видел в нем союзника. Можно было по обычаю и в церковь сходить для освящения союза, но города Москвы с церковью еще, похоже, просто не было. Или встреча прошла на реке Москва в районе Можайска, откуда до Борисова на Протве по прямой 9 километров. От Борисова до центра Москвы более 100 километров по прямой через лес и враждебно настроенных голедь и местных болотных людоедов. От Можайска по берегу реки Москва еще больше. Переход в 9-10 километров с реки Протвы на реку Москву с проводником через лес выглядит более естественно и все проясняет. Долгорукий узнал от Голеди, что Святослав стоит лагерем поблизости, отправил к нему гонца с проводником, и тот спокойно пошел навстречу с малой дружиной, не опасаясь Голеди. По данным археологии, в окрестностях Можайска много балтийских и угро-финских поселений, а первая славянская крепость датируется XII веком. Была она в 1147 году или нет, в данном случае значения не имеет. Вероятно, что нет, иначе бы гонец пригласил бы Святослава в Можайск, а не в Москву. Следовательно, встреча князей произошла в полевом лагере на берегу реки. Эта мысль могла возникнуть уже у одного из древних переписчиков летописи, и он соскреб в слове «Москов» последнюю букву, твердый знак, и написал вместо нее букву «У». Получилось «Москову», что уже ближе к «В Москву». Есть еще два факта, указывающие на то, что в 1147 году речь шла о реке, а не городке. Это народная память, сохранившая первичное имя городка на реке Москва как Кучково, и упоминание этого Кучкова в 1176 году в ипатьевской летописи как еще одного имени городка Москва. Наиболее вероятно, что Кучково – это городище Голеди или другого этноса, и рядом с ним суздальские колонисты к 1176 году построили форт Москва. В результате оба названия долго сосуществовали, подобно тому, как в 1500-1700 Печерское местечко возле Лавры в Киеве было официально отдельным городком. Таких примеров много. В 20 веке Киев поглотил дарницу, в 1600-е имевший статус «ратушного местечка». Это же произошло из Кучково. В КПРФ в 1990-е, осуждая декоммунизацию названий, в РФ даже острили «Вы еще Москву в Кучково переименуйте». Но голецких националистов не нашлось, и все оставили, к сожалению, как есть. Если бы переименовали, то снизили бы градус спеси у москвичей, и сейчас только историки писали бы о российском и московском империализме. Суздальская летопись «Лаврентьевский список», как и киевская, впервые упоминает Москву как «городок» при описании военных действий 1176 года, когда его сожгли резонцы. Но не упоминает Кучкова. Очевидно, из-за бояр Кучковичей, убивших Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукова. Описание его убийства тоже более подробно изложено киевской летописью. Так что первое достоверное упоминание о Москве – это ее сожжение. Оригинальное начало для тысячелетней истории государственности. Естественно, что прежде чем сжечь Москву, ее надо было построить. Тверская летопись сообщает, это сделал в 1156-м Юрий Долгорукий и подробно описывает постройку форта. Но Долгорукий в это время был в Киеве. И более вероятно, что постройкой занимался Боголюбский или кто-то из его воевод. Можно предположить, те же Кучковы. Когда Москву отстроили заново после сожжения в 1176-м, неизвестно. Суздальцы явно не собирались исчислять историю от сотворения Москвы. И этот форт не имел для них такого значения, чтобы попасть на страницы летописи. Через 50 лет, в 1238-м, его сожгли войска чингизидов. Москва отсутствует во второй переписи населения новых регионов империи чингизидов, которую китайцы проводили в 1254-59 годах и появляется только в третьей переписи 1272-го. Очевидно, в конце 1260-х городок был восстановлен. Все это не секретная информация. Системная публикация летописей началась с 1846-го года, а подготовка к ней еще в 1830-е. Публикации летописей без справочного аппарата были и раньше, но ни одно имперское правительство, владея их информацией, не хотело начинать историю российской государственности ни с сотворения опорного форта Москва на земле Голяди, ни с учреждения империи и изобретения Петром Первым Россией в 1721-м. Имперским правительствам нужна была тысячелетняя история, а не с 1721-го. Но они не могли назвать Москву Третьим Римом, как делали царские правительства со времен Ивана Третьего, и начать глобальный отсчет от сотворения Рима, так как на дворе был просвещенный XIX век. Но иметь тысячу лет истории государства очень хотелось. Поэтому в 1862 году император Александр II торжественно открыл в Новгороде колонну «Тысячелетие России» и повелел вести отсчет от приглашения бригады варягов Рюрика править в Ладогу и в Белозеро. Логично было поставить эту колонну в Ладоге, но в ней в 1862 году жило всего 367 человек. Поэтому какая колонна, приезд царя со двором и тысячелетним юбилеем? Юбилей спасло то, что Рюрик построил новый город, будущий Новгород Великий. Поэтому торжества провели в Новгороде. Так в 1862 году вошел в оборот миф о якобы тысячелетии российской государственности. Соответственно, Путину положено говорить о 1162 годах, я-е. Но с этим тысячелетием, государственностью и русскостью очень много проблем. Сикорский не стал указывать на них, потому что полякам, украинцам и другим нациям не особо важно, какими мифами питаются россияне, пока их танки и ракеты не пересекают границу. Но так как пересекают и мифы служат россиянам оправданием для военных вторжений, то приходится их разбирать. Тем более, что не только Путин, но и вся кремлевская рать периодически помахивает мифами про разные Новороссии и т.д. Отставной Патрушев даже опубликовал 22 июня статейку «Защита исторической памяти. Фундамент российской государственности», из которой опять полезли эти самые мифы. Он явно пошел по пути Влада Суркова. Это уже симптоматично. Как только в РФ важный чиновник оказывается неудел, его тянет на историю и в мифотворчество. Основной дефект этого мифа – отсутствие русских в истории. Варягов Рюрика в 862 году призывали править обильной землей, где порядка нет. Не русские, а кривичи, ильменские славяне, чуть и весь. Ни один русский в этом замечен не был. А признать Рюрика русским отказываются сами россияне. Где были русские в это время, неизвестно. Пространство от Новгорода до Волги – вся сплошь балдские и угро-финские названия рек и озер. Этот факт уже 150 лет портит карту исторической России и настроение русско-челюстным. Киев – город полян, а не русских. Рядом с Киевом жили древляне в сторону Житомира и северяне по Десне и в Чернигове, вплоть до Северского Донца и Дона. Южнее Киева тиверцы и уличи, кривичи, дряговичи и ятвяги жили в современной Беларуси. Волыняне, буджане и белые хорваты на западе Украины. Показать русских на исторических картах не могут ни Путин, ни Патрушев, ни мацковские ученые. Но упорото говорят о якобы тысячах лет государственности некой России, которой не было. С этой государственностью свои проблемы, как и с русскостью и тысячей лет. Уже с конца XIX века применение термина «государство» к политическим структурам Рюрика, Олега с Игорем и даже Ярослава Мудрого считалось неточным и ненаучным. По этой причине историки в СССР применяли к ним термины «протогосударство» и «раннее государство», а с 1980-х сложное «вождество», позаимствованное из буржуазной историографии. Слово «государство» было упрощением для школьников и замполитов, а от студентов требовали более точного знания темы. Общество называли «раннеклассовым» и «развитой феодализм» на Москве находили не раньше, чем у Ивана Третьего и отмены Юрьева дня. Патрушев, имеющий репутацию «идейного совка», упал даже с этого уровня. У него уже вместо классовых противоречий в Ладоге, как истоки российского государства, царит социальная гармония. Здесь был установлен прочный межконфессиональный мир, основанный на межобщинной терпимости, свободе предпринимательства, открытости для всех видов торговли. Новгородская республика стала прообразом действительно демократического государственного устройства, когда права и обязанности князя оговаривались особым соглашением с горожанами, среди которых никогда не было рабов. Академик Рыбаков поставил бы Коли Сахару «жирную двойку» за отсутствие рабов, и в КГБ его никогда бы не приняли. А в Европе у Патрушева, как и положено, бардак, сплошная варфоломеевская ночь со времен распада Римской империи и до наших дней. Де-факто Патрушев воспроизвел нарратив времен царя Николая I, на Святой Руси был гармоничный родовой строй с мудрым и просвещенным абсолютным самодержавием. А в Европе феодальная анархия, частные замки, война всех против всех, а теперь революции и капитализм социалистами. Русским такое не надо в их богом спасаемом отечестве. При этом гармонист Патрушев извлек еще и давно порванный миф баян о якобы массовой грамотности новгородцев и всех в державах Рюриковичей. Этот миф появился в конце 1970-х, когда число берестяных грамот, найденных в Новгороде, перевалило за сотни штук. Околонаучные деятели тогда заявили о массовой грамотности. Но сенсация быстро сдулась, так как это была массовая практика в Европе и Азии вплоть до 20 века, когда на базаре сидели грамотеи, которые писали и читали письма за плату. Патрушеву прежде чем тянуть этот баян, надо было спросить у специалистов о титлах и других нюансах письма как сакральной информационной технологии. Заодно узнать, как новгородцы резко стали безграмотными. Ведь Батый город не брал. Может, виноваты русские из Москвы в 1478-м, разгромившие Новгород, увезя его архив и вечевой колокол. Англосаксы точно ни при чем. Если воспользоваться терминологией Льва Гумилева, то русские – это новый субэтнос, созданный из мифов и завоеваний. И совсем не тысячу лет назад. Путин в аэропорту был прав. Стратегическое поражение РФ в Украине – это действительно конец завоеваний. А с ними и мифа о России. Если в который раз Путин жалуется на это, а Патрушев, как отставной козы-барабанщик, пишет статьи, значит, уже близко. Почти в дверях. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова